Поддерживать друг друга, помогать, если одноклассник растерялся, этих детей научили еще в начальной школе. Уже 7 лет учителя седьмой школы работают по системе Жохова. Уроки в игровой форме, много музыки, нет жесткой дисциплины. И все настроено на комфортную психологическую обстановку. В первую очередь, конечно же, это знание. Да, знаневая составляющая. Но при этом это мотивационная составляющая, это комфорт, психологический комфорт. Это желание идти в школу и настолько быстрая смена деятельности для того, чтобы у ребенка не возникало ощущение рутинной учебной деятельности, чтобы ему было интересно, чтобы он не уставал. Этих детей мы снимали, когда они были второклассниками. Тогда им никто не запрещал вертеться на стуле, ходить по классу, на уроках танцевали, делали зарядку, разрешали разговаривать. Благодаря этому дети реже болели и лучше усваивали материал. Единственное, что было тогда непонятно, как их встретят учителя средней школы, которые привыкли совсем к другим правилам. Современные дети, они активнее впитывают информацию, они вообще развиваются очень быстро. И чтобы не потерять вот тот природный потенциал, который у них уже есть, чтобы раскрыть их таланты, чтобы научить их чему-то новому, чтобы не потерять тягу к знаниям, вот мы и с ними работаем тоже по-новому. В итоге получилось, что эксперимент из началки распространился на всех. Все самые удачные приемы взяли в работу учителя средней и старшей школы. И за 7 лет тут была перестроена вся система образования. Интересно с ними работать. У них очень развито креативное мышление. Но пришлось их опять усадить в рамки средней школы? Пришлось их как-то ограничивать? Или вы наоборот под них послушаете? Нет, мы подстраиваемся под них, да. Мы продолжаем работать в их привычной форме. Это в презентациях уроки проходят, в группах. Конечно, учеников экспериментального класса, где учат детей по системе Жохова, всегда сравнивают. Но выясняется, что считают они быстрее, чтение и письмо освоили раньше. Чтобы развивать межполушарные связи и добиваться таких результатов, часто переключаются с умственной деятельности на физическую. Смотрят фильмы на уроках, рисуют музыку и поют на математике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова